На Алиэкспресс продаются Маршал Эмбертон от 6 с копейками тысяч рублей. Вы представляете, за эти деньги можно купить JBL Flip 5. Здравствуйте. Сейчас в сети достаточно часто встречается вопрос, а можно ли купить Маршал Эмбертон по значительно меньшей стоимости. На Алиэкспресс продаются Маршал Эмбертон от 6 с копейками тысяч рублей до, в общем-то, 12 тысяч за оригинальные точно. Так вот, самый интересный вопрос, а можно ли купить вот за эти самые 6-7 тысяч рублей оригинальную Маршал Эмбертон или нет? У продавца, у которого я взял эту колонку примерно за 7 с половиной тысяч рублей, большое количество отзывов и много продаж этой колонки. Честно говоря, по отзывам я так и не понял, оригинальная колонка или же это будет неоригинальная. Поэтому пришлось свое любопытство удовлетворить тем, что приобрести эту колонку, и вот она у нас пришла, и мы сейчас с вами глянем, действительно, настоящая там или нет. К слову о именно оригинальной Маршал Эмбертон. Это Маршал Эмбертон, которая куплена мной уже примерно, да, почти ровно год назад. Она куплена в технопарке. По качеству оригинальной продукции вам сразу могу сказать, что вот у меня вот эта вот кнопка, это мультипозиционная, мультифункциональная, как она там называется, она перестала щелкать. То есть, когда я эту колонку покупал, то на эту кнопку нажимаешь, и она издала такой щелчок, и ощущалось, как она именно нажимается. Сейчас она просто продавилась внутрь, и вот этого ощущения от нажатия нет. Но, тем не менее, колонка включается. Просто прикладываешь, и вот. То есть, ты, когда нажимаешь эту кнопку, даже не понимаешь, она у тебя вообще нажата или не нажата. Вот. И, кроме этого, логотип. Логотип у меня отломался. Я не знаю, как это произошло, даже не заметил, когда это вышло, учитывая, что эту колонку, тем более, я не беру с собой там куда-то на улицу, в сумку и так далее. То есть, она, в общем-то, у меня дома. Но логотип отломался. В общем, премиальная колонка, качество очень странное. Давайте распаковывать. Я выбрал не самую дешевую колонку, то есть, мог где-то за 6 с копеечкой взять. Я выбрал именно продавца, у которого больше всего продаж, и у которого много отзывов. Причем, отзывы в целом положительные. Особо, как бы, никто и не пишет, что это не оригинальная колонка. Так что мы с вами сейчас будем как раз-таки прояснять этот момент. Я надеюсь, что... Я, конечно же, надеюсь, что эта колонка оригинальная, но, честно говоря, у самого большие сомнения. Потому что оригинальная стоит все-таки в районе 11 тысяч рублей. Там по скидкам за 9 с небольшим можно взять. Ну, за 10, за 9. Выбрал я цвет светленький для себя, чтобы было хоть какое-то отличие. Ну, немножко сразу видно различия в градиентах, но это еще не показатель совершенно ничего. Да, давайте чуть поближе вам покажу, как она пришла запакованная. Ну, мы с вами прекрасно знаем, что в Китае сейчас прекрасно абсолютно любую подделку умеют упаковывать прям по заводским стандартам. По стандартам именно оригинальной продукции. Колонка это как бы для Европы. Это, судя по всему, как будто бы для Китая, что ли, колонка. Поэтому тут тоже могут быть отличия. Мы с вами знаем, что в зависимости от страны, куда продукция должна поставляться, могут быть отличия и в обертке, и во внутренностях колонки. То есть там платы по-разному и так далее. Ну, вот, кстати говоря, сразу какая-то странно подозрительная неаккуратность. Видно вам? Я надеюсь, как бы спрятан стрелькод под самой коробкой. Но чувствую... И причем сама коробка немножечко по габаритам. Чуть меньше, чем оригинальная. Ну, судя по всему, видимо, не оригинал. Ну, хотя вот есть то, что у меня даже на коробке нету. Как бы код для проверки оригинальности этой продукции. Здесь у нас вот такая информация, что камера немножко не наводится. Давайте с вами будем распечатывать. Тут написано, что это Emberton IPX7. Судя по всему, производство в 2020 году. Кстати, моя-то когда. А у меня нет такого логотипа, как здесь. Так что это интересно. Вот у меня, кстати, вот такой шильдик сверху присутствует. Так, ладно, давайте не будем томить. Давайте с вами распечатаем. Причем видно, да, что у нас и здесь постарались. Тоже есть пломбы. Пломбы еще не вскрыты, что радует. Внутри, кстати, чуть-чуть тоже отличается от моей, да? Только у меня в эти прорези еще картонка вставлена. Вот так вот. Сейчас, наверное, надо поближе просто показывать. А здесь нет. Вот это вот оригинальное. Вот это вот то, что еще мы не знаем, оригинальное или нет. Ладно. Сразу видно, опять же, что вон шнурок у нас лежит не в своей упаковке. Хотя сам шнурок чисто внешне по вот таким вот мелочам. Тут вот надпись Marshall. Здесь у нас такие градиенты... Не градиенты, а выбито как бы прям под оригинал сделано. Прям очень-очень близко. Здесь у нас инструкции. Силикагель. И в целом все. Пока что убираем. Да нет. Показалось. А может и не показалось. Может быть, эта колонка и правда чуть-чуть полегче. Упакована она вот достаточно аккуратно. Цвет совсем не такой, как я ожидал. Решетка вся кривая. Даже не знаю, видно это на камеру или нет. Но она, в общем, вся скошена. Как-то вот так вот. Вот она колонка. И вон решетка вся косая. Спереди тоже вся решетка косая. Логотип. Логотип тоже криво. Да, все кривое. Да уж. Да, и даже нажатие на кнопку, я слышу, что оно совсем не такое, как у оригинальной колонки было. О-о-о-о. Это какой-то ужас. Это какой-то ужас. И какие-то ужасные шумы сейчас в микрофон. Надеюсь, будет слышно. То есть при включении и выключении вот такие вот неприятные звуки. Сейчас для примера включу оригинальную. Слышите, да, звук? Без всяких ш-ш-ш. Выключаем. И сразу слышно, сколько здесь баса. И здесь что? Даже не включая колонку, точнее, не включая музыку на ней, уже сразу понятно, что за 7,5 тысяч рублей, за 7,5 тысяч рублей продают просто подделку. Ну, вы представляете, за эти деньги можно купить JBL Flip 5, оригинальную, нормальную. Ух, ладно. Давайте хотя бы услышим, как она звучит. Индикация тоже какая-то ель видная. Так, что у нас? Emberton так и называется, да, она? Как и оригинал. Ну, вот это вот звучание при системных звуках, конечно, с шипением прям отвратительное какое-то. Ну, скажу, что по первым звукам чего-то прям ужасно противного я не услышал. Один динамик здесь, второй здесь. Динамик здесь, второй здесь. Что звук заикается, это, скорее всего, или с телефоном связано, или с беспроводным микрофоном. То есть, просто Bluetooth друг друга перебивает, потому что это и на неоригинальной, и на оригинальной колонке слышно. Поэтому на это не обращаем внимания. Не, ну, звук просто земля и небо. В принципе, на этом вопрос закрыт. На Алиэкспресс за 7500 рублей подделка на Marshall Emberton. Причем подделка явно стоящая 1200, наверное. Больше вряд ли. Не знаю, по тому, как она звучит. Ну, хорошо, что не совсем-совсем беспонтово, как некоторые колоночки там за 1000 рублей. Но, однако, даже на 3000 рублей эта колонка не тянет вообще ни капли. Даже, несмотря на внешний вид. Тем более, внешний вид он весь подпорчен. Он, касая вся решетка, что с одной стороны, что с другой стороны, неровно наклеенный логотип. Хотя он относительно решетки ровный, но относительно самой колонки не ровен. Резинка, вот, которая защитная на колонке, она более-менее действительно соответствует оригиналу. Похоже. И все. Это, пожалуй, единственное, что возможно здесь оригинальное. Потому что эти чехлы тоже производятся. То есть, можно с одной колонки на другую. В общем, все. Вопрос закрыт. На Алиэкспресс за 7500 рублей не оригинал. И я сам лично прорывался, как бы, оставлять ссылки у себя под видео. Что, вот, смотрите, какая здоровская вещь. Я нашел на Алиэкспресс сильно дешевле колонку, которую там за 11 тысяч там покупал, да. А тут всего уже за 7. И я надеюсь, никто не успел по моим ссылкам это купить. Хотя, по отзывам, честно говоря, я ожидал, что придет оригинал. Честно скажу, по отзывам я ждал, что будет оригинал. Надеялся на вот это вот чудо. Но, как мы видим, этого не случилось. Это подделка. Ребят, не стоит эта колонка 7000 рублей вообще ни капли. Вот прям совсем-совсем-совсем. Вообще. Звучание так себе. И внешний вид тоже так себе. Так что вот, ребят, для вас стараюсь. Заказываю продукцию. Проверяем оригинальность, не оригинальность. Буду рад за подписку, за лайк, за комментарий. И все. До новых встреч, до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok